Игорь Рейтерович, политолог, уже с нами. Игорь, здравствуйте. Есть темы для обсуждения. Давайте говорим. Приветствую. Итак, давайте начнем со следующего события. Известно, что завтра уже состоится заседание Совета Украина-НАТО из-за недавних ракетных атак России по украинским городам. Об этом на прошлой неделе говорил генсек НАТО Йенс Толтенберг. Встреча состоится на уровне послов. И именно Украина обратилась с запросом о проведении такого чрезвычайного заседания. Как заявил пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт, требования Киева об ускорении поставок боеприпасов, вероятно, будут включены в повестку дня. И в первую очередь речь пойдет об укреплении противовоздушной обороны. Игорь, как вы полагаете, чего нам действительно ожидать от завтрашней встречи? Какие решения там могут перенять? Я думаю, что там будет достаточно активное обсуждение, которое связано с усилением атак со стороны Российской Федерации. Причем атак как непосредственно на фронте. Так и ударов, которые они совершают по гражданской и критической инфраструктуре. Это было до Нового года, это было сразу после Нового года. И судя по всему, если принимать во внимание очередность, которую они используют, но она объективная, связана с необходимостью накопления ракет и так далее, эти удары в ближайшее время могут повториться. Поэтому я думаю, что это будет ключевая тема. И результаты этой встречи, к ним в принципе надо относиться с осторожным оптимизмом. В каком плане? Понятно, что тот необходимый минимум, который нам сейчас нужен в плане ракет именно для систем противовоздушной, противоракетной обороны, он скорее всего будет получен Украиной. Более того, отдельные страны, Альянса, они по, скажем так, своей линии, то есть не согласовывая это вообще с НАТО, как таким военно-политическим блоком, они в принципе эти боеприпасы Украине уже передают. Но здесь речь идет о том, что на ближайшие несколько месяцев Украина, скорее всего, будет требовать больше того, что мы имеем. И в этом, в принципе, наши партнеры нам должны помочь. Но они же прекрасно ситуацию понимают. Я думаю, что ни у кого никаких иллюзий там уже не осталось. По поводу того, какое количество этих боеприпасов, да, достаточно дорогих, это все понимают, но тем не менее мы используем для того, чтобы обезопасить гражданскую и критическую инфраструктуру. Поэтому, скорее всего, запросы Украины будут удовлетворены. На сегодняшний день вопрос исключительно механизмом, каким образом это будет сделано. Или это будет опять какой-то очередной такой, знаете, общий НАТОвский фонд, куда все страны сведут те ресурсы, которые у них есть по состоянию на сегодня. Либо это будет несколько стран, у которых на сегодняшний день есть в запасе, скажем так, то, что необходимо Украине. Это нашей стране будет передано, а другие страны, они сделают больше, скажем так, вклады в тот фонд, с помощью которого закупается и поставляется непосредственно вооружение Украине. Но, кстати, сама по себе встреча, она является очень показательной, уже давно такого не было, что опять-таки свидетельствует о понимании странами Альянса, что вообще происходит, и что Россия не собирается останавливаться, она только собирается увеличивать уровень своего терроризма. На это должен быть дан адекватный ответ, и будем надеяться, что во время этой встречи он будет найден. Да, и стоит отметить, что слова, вот хочу привести, главы украинского МИДа Дмитрия Кулеба, он говорил о том, что западные союзники сейчас не требуют от Украины, чтобы она начала переговоры с Россией о замораживании боевых действий. Это прозвучало в интервью испанскому изданию «Эль Паис». Собственно, я процитирую далее Дмитрия Кулебу. Этого нет. Мы не заседали в формате делегации, ни на закрытых встречах, в сокращенном формате. Это то, что никто не осмелится выложить на стол в качестве опции. Остальное просто шум. И, по словам Кулебы, Путин сам не хочет ни заморозки конфликта, ни мира с Украиной. Но вот в прессе, в том числе и западной, мы постоянно ее тоже обсуждаем, сейчас пошла очередная волна как раз вот таких сообщений, что Киев склоняют к переговорам. Игорь, как вы считаете, кто это делает, с какой целью? Ну, собственно, эти публикации появляются уже, наверное, третий месяц подряд. Я бы эти все публикации разделил, ну, как минимум, на две группы. Во-первых, это публикации, которые делают, ну, действительно, независимые СМИ, независимые журналисты, которые есть на Западе. И они их делают в контексте такого понятия, как сценарий. Это вообще очень характерно для западных медиа. Кстати, это есть и в Украине. У нас тоже такое время от времени происходит. Ну, тут все зависит просто от того, какое медиа этим занимается. Это, по сути, такие прогнозные сценарии развития ситуации. Поскольку был конец года, сейчас начало следующего года, ну, подводили определенные итоги и прогнозировали, как будет развиваться ситуация в 2024 году. Одним из таких сценариев, и это, опять-таки, не должно быть ни для кого каким-то сюрпризом или какой-то неожиданностью, является сценарий, который предусматривает, ну, фактически, замораживание конфликта. Ну, то есть мы там о чем-то с Россией договариваемся, но Россия не отдает все те территории, которые на сегодняшний день являются временно оккупированными. То, что они там не могут продвинуться дальше и захватить больше, это уже всем давным-давно понятно. Это непонятно только Путину и, наверное, Медведеву, и то, когда он там выходит в свои алкогольные комы. Но для всего мира это, в принципе, очевидно. Россия ничего не может здесь получить. Вопрос в том, ну, как много она будет терять из того, что она временно оккупировала. Поэтому эти сценарии время от времени там проскальзывают. Кстати, ну, тут надо сказать, что они достаточно осторожные. И там всегда идет приписка о том, что это один из возможных вариантов развития событий. Не факт, что так будет, потому что, ну, всегда ситуация очень динамично меняется на поле боя. А мы прекрасно помним, там, начало 22-го года. Многие журналисты, которые пишут сейчас эти прогнозные сценарии, раньше писали прогнозные сценарии про то, что Киев и Украина продержатся три дня. Потом они вынуждены были извиняться и говорить, что они вообще не понимали, что происходит. И где-то какое-то частичное непонимание, возможно, у них остается. С другой стороны, они делают свою работу. Оптимальный вариант, конечно, когда они публикуют там два-три сценария. И уже, ну, скажем так, читатели сами для себя будут выбирать, который, ну, по их мнению, является наиболее реалистичным. А вот вторая группа подобных материалов, которая появлялась, это материалы от, ну, давайте так скажем, тоже журналистов, либо каких-то экспертов, ну, эксперты тут условно, да, достаточно в кавычках, которые не прямо, но тем не менее аффилированы с той же Российской Федерацией. И они, ну, их Россия использует в качестве таких ретрансляторов, как бы своей позиции. Причем иногда эти люди даже не прячутся. Ну, то есть всем известны истории, в каких журналах они состоят в редакционных советах, кто там еще является ихними соавторами тех или иных статей. Ну, например, до сегодняшнего дня, ну, это странная очень ситуация, но это факт, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, Лавров, является членом редакторских советов нескольких достаточно таких, знаете, ну, известных западных изданий, которые пишут про международную политику. Понятно, что он не влияет конкретно там на те материалы, которые выходят, то есть он не является каким-то цензором, но у него остается возможность продвигать какие-то статьи каких-то авторов, которые высказывают точку зрения, близкую, например, к российской. Благодаря чему это возможно до сих пор? Ну, смотрите, здесь это связано вот с таким парадоксом. Я, как человек, который имеет отношение в том числе и к научной среде, и сам в подобных журналах печатается, то есть я могу сказать, что это связано с тем, что на Западе, ну, им не понять нас, но они считают, что вопросы, например, политики и науки надо разводить. Если как бы человек вот занимается научными какими-то исследованиями, а Лавров же считает себя еще огромным ученым, в принципе, как и Мединский, который пишет... То наплевать на то, что он военный преступник при этом, так? Да, смотрите, а то, что он военный преступник, вот это как бы не интересует иногда эти издания, да? То есть они вот говорят, что, ну, он же министр иностранных дел, министр иностранных дел, он же еще как бы не под судом, не под судом. Но то, что на него там санкции наложены во многих странах, ну, это такая как бы история. Но он же здесь занимается другими вещами. Вот они это разделяют. Для нас это, я сразу говорю, это абсолютно парадоксальная ситуация. Она как бы ненормальна. У нас вообще в 2014 году масса россиян, которые были там какими-то, знаете, членами редакционных советов, каких-то там украинских журналов и так далее, они были выведены. То есть их, ну, от них избавились, потому что это было ненормально. Значит, ну, тем более, если эти люди поддержали, например, на тот момент аннексию Крыма, временную, которую совершила Российская Федерация. На Западе, к сожалению, это остается. И вот через такие механизмы, они могут через, ну, как бы независимых каких-то экспертов вот эти тезисы вбрасывать. Поэтому нам к этому надо очень спокойно относиться. Но при этом, конечно, реагировать на подобные сообщения и указывать, кто их написал и какие интересы преследуют те люди, которые публикуют те или иные материалы. И финально я скажу одну простую вещь. На сегодняшний день нет ни одного публичного, официального заявления, ни от одной страны, которая является партнером, союзником Украины, о том, что все заканчивайте, срочно садитесь за стол переговоров, идите на уступки Российской Федерации. Даже Венгрия, которую очень сложно назвать, скажем так, партнером Украины по многим вопросам, даже они не позволяют себе на официальном уровне такие прямые заявления, ну, вот именно призывать Украину. Они могут там что-то говорить, было бы неплохо, но публично, официально они это не озвучивают, потому что они прекрасно понимают, что для подавляющего большинства жителей их стран, их государств, граждан, это неприемлемая позиция, они не поддерживают такое решение. Игорь, вспоминается, что в прошлом году, во время всех этих массированных атак со стороны Российской Федерации, западные чиновники, да и у нас в Украине, говорили о том, что цель всех этих атак, это вынудить Украину все же сесть за стол переговоров уже на условиях Российской Федерации. Как вы полагаете, в этом году эти массированные атаки, какова их цель со стороны московского режима? Кроме террора, конечно, мирного населения. Ну, смотрите, это одна основная на самом деле цель. Когда они делают эти атаки и вот занимаются этим террором, они считают, что таким образом они смогут повлиять на граждан Украины, и именно граждане Украины будут требовать окончания войны, ну, от власти нашей, соответственно. Не знаю, там, выходить на улицы и говорить, давайте заканчиваем. То есть они не понимают, что это работает с точностью, да наоборот, но они это не могут понять по одной простой причине, потому что так действуют все авторитарные государства. У них нет какого-то запасного плана, а их план — это как бы заставить и выполнить их требования. Второй момент — это, конечно, определенный сигнал вот этих атакий, в том числе и нашим партнерам. Россия считает, что она таким образом, ну, с одной стороны, показывает свою ненормальность и безбашенность, ну, как, знаете, такое давление, а с другой стороны, это как бы сигнал, что мы готовы это делать столько, сколько угодно. Мы не собираемся останавливаться и не будем идти на какие-то там мирные переговоры вообще с Украиной, на условиях Украины. Давайте вы подстраивайтесь, соответственно, под нас. Опять-таки, по состоянию на сегодня это, ну, не действует так, как бы хотела Россия. Мы вот начали с встречи с представителями НАТО. Вот это ответ. Собирается в ответ на ответ. Я не удивлюсь, если кроме там ракет, мы получим дополнительные системы, например, по ПРО, которые будут пользоваться в Украине против российских ракет. Игорь, давайте обсудим еще следующую тему. Министр гражданской обороны Швеции Карл Оскар Булин призвал граждан страны быть сейчас готовыми к тому, что может начаться война. Министр подчеркнул, что он не пытается напугать шведов, но все должны быть готовы помогать в создании тотальной обороны страны. И это ведь не первое подобное заявление, как мы понимаем. На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Европа в стратегической перспективе является мишенью российской агрессии. Главком армии Нидерландов тоже Мартин Ви Нен также сказал, что его стране нужно готовиться к войне с Россией. И добавил тогда, что у населения должны быть запасы пищи, питьевой воды. А вот тот же президент Эдгар Ленкевич на дня говорил, что мы не должны жить в ожидании и в тревогах о предстоящем вторжении и войне. Собственно, как вы расцениваете все эти заявления, которые звучат сейчас в Европе? Они направлены к тому, о чем? Смотрите, эти заявления, опять-таки, надо поделить, наверное, на несколько групп. Политики, как правило, более оптимистичны, чем военные. Военные прекрасно понимают. Они же видят, они все анализируют, и поэтому они говорят о том, что нужно укреплять оборону, и Россия может в любой момент, в принципе, совершить акт агрессии и по отношению к другим странам, а не только к Украине. Тем более, они про это публично постоянно говорят, и у них планы такие и есть. То есть, они российским генеральным штабом достаточно давно уже разрабатываются. Второй момент, конечно, здесь вот тональность заявлений иногда прямо пропорциональна расстоянию той или иной страны от Российской Федерации. Есть, конечно, небольшие исключения, но это именно исключения. Как правило, те, кто находится дальше, они более, знаете, спокойнее настроены, потому что они с Россией не граничат. А Швеция, например, пускай не по сухопутному, по сухопутной границе, но тем не менее, по морской границу с Российской Федерацией имеет. И когда Швеция станет уже окончательно членом НАТО, ну, поверьте, россияне тоже начнут заниматься провокациями. Поэтому они прекрасно это все понимают, и они к этому как бы готовятся. Понятно, что тональность заявлений финнов, поляков, в большинстве своем, особенно представителей дружественных нам стран Балтии, они совсем другие. Эти страны, во-первых, имеют, как правило, все опыт взаимоотношений, в кавычках, с Российской Федерацией, ну, в лице Советского Союза. И этот опыт, мягко говоря, был непозитивный по отношению к этим странам. И, во-вторых, они действительно находятся на острие, по сути, возможного удара со стороны России. Но ту же Польшу на сегодняшний день, по большому счету, прикрывает только Украина. А со странами Балтии все сложнее, потому что некоторые из них имеют сухопутную границу с Российской Федерацией. И давайте не будем забывать еще масштабы этих стран. Это очень прекрасные, гордые страны, которые мы любим и всячески уважаем, но они по размерам небольшие. И вот россияне там могут такое как бы совершить. Поэтому логично, что они выходят с такими заявлениями. И на самом деле таких заявлений сейчас должно быть гораздо больше. И эти заявления должны подтверждаться уже какими-то конкретными делами. То есть это понимание, что Украина дала вам время, оно набирает все большую, скажем так, популярность. Но теперь главное ее каким-то образом конвертировать еще в максимальную помощь Украине, потому что чем больше времени эти страны выиграют, тем лучше для них. Но оптимальный вариант для них, конечно, чтобы Россия вообще понесла поражение в Украине и забыла о каких-то экспрессионистских устремлениях на ближайшие лет 20-30 и вообще этот вопрос не поднимало. Но тут уже все зависит от этих стран, насколько глобально они готовы поддерживать Украину и насколько они готовы в это вкладываться. И еще об угрозах для стран Евросоюза. Лукашенко в конце прошлого месяца заявил, что Россия уже завершила развертывание атактического ядерного оружия в Беларуси. Издание The Wall Street Journal посвятило этому почти целую полосу. И с одной стороны журналисты не исключают, что белорусский диктатор может глифовать. С другой стороны авиабаза Лида в 40 километрах от литовской границы является вероятным кандидатом новой миссии. Об этом пишет издание. Это единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25. Издание подчеркивает, что заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия усиливает свои угрозы в адрес Запада. Как вы считаете, чего добиваются диктаторы? Ну, то, чего там добивается Лукашенко, на самом деле мало кого-то волнует, потому что его субъектность оставляет желать лучшего. И видите, Путин его все-таки додавил в плане размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Он по своему скудогумию говорит о том, что это как бы защитит Беларусь. И для Беларуси это очень важно. Ну, во-первых, я не знаю ни одной страны, которая собиралась на Беларусь нападать. Ну, возможно, кроме России. То есть, у них есть такие там планы, наверное, какой-то аншлюз совершить. А с другой стороны, он же не понимает одной простой вещи. Если они размещают, дают разрешение на размещение ядерного оружия на своей территории, то он свою территорию делает потенциально объектом для нанесения возможных ударов со стороны того же НАТО. Ядерного оружия. Очень сильно боятся беларуси, которые знают, что такое Чернобыль. Кстати, я прекрасно понимаю этот страх беларусов, потому что если ты ставишь у себя на территории ядерное оружие, еще и не свое, и представители той страны, которой это оружие поставили, рассказывают, что мы в радиоактивный пепел превратим, не знаю, в Варшаву, Краков, Берлин, Мюнхен и другие города, то понятно, что если эти запуски, ну, гипотетически представят, будут с твоей территории, то тебе в ответ прилетит на эту территорию. Потому что во время ядерной войны наносят удары по пунктам запуска этих ракет. Тем более, если они стационарные. В Беларуси, кстати, делают именно несколько стационарных таких пунктов. То есть это размещенный дивизион, все знают прекрасно, где он находится, но это очень сложно скрыть в современном мире. И понятно, что здесь удар именно будет по Беларуси наноситься. Поэтому тут мнение как бы Лукашенко мало кого волнует, но свою страну он подставил и подставил конкретно. А задача Путина, ну, опять-таки, это напугать, это поднять ставки, это показать, что он настолько без тормозов, что он готов пойти даже чуть ли не для использования ядерного оружия. И вот он будет таким образом держать там в поминовении западные страны, чтобы они не вмешивались каким-то образом в войну, которую Россия ведет против Украины. Значит, тот факт, что эти страны не воюют на нашей стороне, ну, как бы Путина абсолютно не смущает. Ну, помощь, которую мы получаем, военно-техническая, финансовая, она же останется и дальше. Это как-то никаким образом не поменяет. Но Путин очередную точку напряжения создал. Вообще, на самом деле, сейчас оптимальным вариантом реакции, наверное, бы НАТО на вот эти вот все провокации и какие телодвижения было бы проведение каких-то массовых учений, они, кстати, летом прошлого года это делали, и размещение, в том числе, там, ядерного, например, оружия, ну, не знаю, на территории Польши. Тем более, Польша, кстати, не против и давно говорит о том, что они готовы принять у себя американское ядерное оружие. Вот это был бы, знаете, такой симметричный ответ. Вы подтянули к нашим границам, ну, слушайте, это же игра, в которую можно играть вдвоем. Мы подтянем к вашим. Я бы вот тогда хотел посмотреть на реакцию Лукашенко, когда бы он осознал, что это уже как бы не шутки, и, в принципе, может быть такая ситуация, ну, гипотетически, давайте представим, что только его страна пострадает, а Путин скажет, а мы вообще не при делах, мы как бы это оружие не контролировали, все вопросы к Лукашенко. А вопросы Лукашенко задать не получится, потому что, например, к этому времени будет уже мертвый. Вот такая вот история. Да, Игорь, но тут же возникает вопрос, почему у стран-членов НАТО, собственно, и такая странная реакция на многие события, которые происходят. Мы сегодня вспоминали, обсуждали, что во время последних этих массированных обстрелов Польша вводила специальный план по безопасности и охране своего воздушного пространства, какой-то объект ракета залетала на территорию Польши, ее не нашли, в Румынии падали российские беспилотники, но тогда страны-члены НАТО заявили о том, что это не представляет угрозы и непреднамеренная атака Российской Федерации на их территорию. Как вы считаете, изменится ли когда-то, собственно, такая очень осторожная позиция стран-членов Альянса? Ну, она будет вынуждена измениться, и, насколько нам известно, они сейчас уже дополнительные сценарии прорабатывают. Понимаете, они очень много лет жили в такой иллюзии, что наличие ядерного оружия у НАТО, ну, вот вообще, скажем так, ядерный зонтик, вот этот, да, который создали Соединенные Штаты, это достаточное условие для того, чтобы спокойно себя чувствовать и быть уверенными, что никакой войны не будет. Но в 22-м году все изменилось, потому что Путин-то по большому счету напав на Украину, показал еще одну очень важную вещь, что в 21-м веке можно воевать, будучи ядерной страной, с использованием исключительно конвенционного оружия, то есть не используя ядерное оружие. И вот тут, кстати, простой момент, почему сейчас, и мы раньше, ну, вот буквально пару минут назад комментировали заявления представителей Швеции и других стран, потому что они понимают, что если Путин решится на реально большую войну, не используя при этом ядерное оружие, вот совсем далеко не факт, что это ядерное оружие первым начнет использовать НАТО. Ну, я бы так сказал, это вообще не факт. То есть, зная просто эти страны, как они относятся к вопросам экологии и многие другие вещи, они этого не будут делать. Они будут отвечать конвенционно. Ну, он же как бы ядерное не использует, и мы не будем. Ну, может быть, будут угрожать, но они не используют. И вот Путин берет их на слабо, по-другому не скажешь. Я буду как бы нагнетать, надеясь, что вы такого шага не сделаете. Он же считает, у него есть такое мнение, он его, кстати, неоднократно высказывал даже публично, но только несколько завуалировано, что элиты на Западе это какие-то деграданские элиты, которые там расслаблены, которые вообще слабые, он может делать с ними все, что там угодно. И вот он как бы, по сути, он это и делает, да, в какой-то мере. Но тут надо четко понимать, что все равно есть какой-то предел. И вот этот предел сейчас становится все ближе и ближе. И новые планы Альянса, и те изменения, которые они вносят, и та поддержка, которую они оказывают Украине, ну это, в принципе, уже понимание того, что можно бесконечно, как Страус план, прятать голову в песок, но все равно рано или поздно придется, ну, адекватно реагировать на все то, что делает Российская Федерация. А она сейчас делает все для того, чтобы рано или поздно спровоцировать глобальный конфликт, ну, в Европе как минимум. Игорь, остается у нас три минуты. Американские республиканцы и демократы могут заключить сделку по границе уже на этой неделе. Об этом заявил главный переговорщик республиканской партии сенатор Джеймс Лэнгфорд. Ну и ожидается, что это разблокирует выделение помощи Украине. Завтра уже, я напомню, Палата представителей возвращается с рождественских каникул. Накануне ее спикер Майк Джонсон говорил, что республиканцы теперь хотят от Байдена не только компромисса по границе, но и ответа на вопрос, какова стратегия по Украине. В этом свете каких новостей нам ожидать? Как вы считаете? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они уже окончательно действительно пришли к соглашению. Это соглашение было поддержано всеми республиканцами. Это очень важный момент. Потому что там вот это меньшинство, оно продолжает, знаете так, мутить воду. И они, в принципе, постоянно меняют свои какие-то там требования и блокируют всяческие рассмотрения этого вопроса. Но хотелось бы, чтобы все-таки вопрос был решен. Они пришли к какому-то соглашению и действительно это открыло возможность вынести этот законопроект в Конгресс, а потом в Сенат, проголосовать за него и решить вопросы финансовой поддержки Украины. Ну, видно, что Белый дом на самом деле очень ответственно к этому относится. Мы же видим только по большому счету верхушку айсберга, а там переговоры эти продолжаются каждый день, нон-стоп. Они обсуждают, они планируют, ну, они ищут этот компромисс, который как бы всех устроит. Они вот нашли компромисс, в принципе, по временному финансированию бюджета. Понятно, что за него еще надо будет голосовать, но, по крайней мере, публично про это было заявлено. И если они и этот процесс дальше будут двигать в таком вот формате, я думаю, что они найдут компромиссы по границе, ну и туда границам зашьют те 61 миллиард долларов, которые, в принципе, администрация Белого дома планировала выделить на поддержку Украины. Проголосуют, примут решение и пускай тогда уже занимаются своей предвыборной кампанией, не отвлекаясь там на какие-то внешнеполитические вопросы. В принципе, такая ситуация устроит каких-то и нас, по большому счету. Да, будем наблюдать за этими событиями уже в ближайшие дни. Игорь, спасибо вам большое за ваш анализ и за этот разговор. Игорь Рейтерович, политолог, был с нами сегодня в эфире Freedom. Всегда вам рады. До новых встреч. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова